Егор Крит. Ты где-то в жопу, да? Смотри, либо Гусейн Гасанов, либо Настя Гроб. Она! Надо звонить. Юля Путина. Это моя бывшая девушка. Всем привет, меня зовут Антон Шастун, это шоу «Контакты», и сегодня у меня в гостях Дима Масленников. Здорово! Как неожиданно, это все началось резко. Резко, сразу в бой. Так, Дим, правила, я думаю, ты их знаешь. Я забираю у тебя телефон, задаю вопросы. Мы ищем человека, которому звоним, задаем вопросы. Если ты получаешь правильный ответ, мы двигаемся к следующему вопросу. Получаешь неправильный ответ, теряешь 10 секунд. Время закончилось, проиграл, получил 5 правильных ответов, победил. И получил памятный приз. Поехали! Итак, первый вопрос. Честно говоря, один момент. Давай, давай. Сейчас мы все это пишем в 11 утра в воскресенье. Я просто знаю, чем занималась моя команда вчера. Я думаю, никто не ответит. Даже моя мать возьмет, посмотрит на телефон, так как ну... Тогда мы будем звонить по забытым именам каким-нибудь. Ой, это страшно. Начнем. Первый вопрос. Сколько клевых людей, согласно песне, на проекте «Дом-2»? Ну, на этом мое участие закончилось. У нас в гостях был Дима Маслик. Сколько клевых людей, согласно песне, на проекте «Дом-2»? Сейчас я перенесусь в прошлое, когда вот ты между мультиками включаешь. Сколько прошлое до сих пор идет? Прошлое. Так в том-то и дело, я помню, что это было очень давно, типа лет 8-10 назад, я смотрел КВН, и там пошутили про то, как долго идет «Дом-2». Так, знает ли ответ на этот вопрос Амиран? Это же тот самый Амиран. Да, тот самый. А, сейчас я вспомню, подожди, 12 клевых людей на проекте «Дом-2», ты и тиша-бородина. Понять. Ну, не знаю, может, знает Ира Блан. Ира Блан? Ира Блан. А Ира Блан, где она в Америке? Она в самолете? Брат, братишка, братюня. Брат? Смотрит «Дом-2». Это твой брат? Это мой брат, и он с Урала, ему 30 чем-то. 30 чем-то, целевая аудитория. Точно он должен знать. Давай наберем, мне просто интересно. Если мой брат ответит на этот вопрос, Стёба будет просто море. Так что давай. Мы звоним брату, братишке, братюне. Держи. На тебе карточку в помощь. Котлы у тебя серьезные, конечно. Из Челябинска-то, да? Да, да. Алло. Алло, Артём, сейчас срочный вопрос. Смотри, я на проекте сижу, как будто про наркотики какие-то сказал. Смотри, в общем, мне надо ответить на вопрос. Сколько клевых людей согласно песне на проекте «Дом-2»? Еще раз. Еще раз. Сколько клевых людей согласно песне на проекте «Дом-2»? Те-те-те-те-те. И Ксюша Бородина, вот эта песня. Алло, привет. Алло, Катя, срочно смотри, сколько клевых людей согласно песне на проекте «Дом-2»? 15, может быть. Чуть меньше. 12. Все. 12? А, еще 20 секунд. А, еще 20 секунд. Что, Катюха, как дела? Как сын? Все отлично. Отлично. Ну, 12, да, там будет? 12 клевых ребят на проекте «Дом-2». Идеальное исполнение, ты в голосе. А вот так? Мы позвонили брату, братишке, братюне, но поговорил ты с какой-то женщиной. Это его жена. Это жена, да, сразу видно, да, брат, когда... Брат такой, слушай. Сколько клевых людей? Дорогая, ты долбоеб, поговори с ним, пожалуйста. Слушай, не рада. По какой-то херне опять звонит. Твой профиль, наконец-то. Ну что, Катя, жена твоего брата, ответила, что на проекте «Дом-2», согласно песне, 12 клевых друзей. И это неправильный ответ. Люди, ты жопу, реально? Ты теряешь 10 секунд, и у тебя остается 50 секунд. И мы ищем еще человека, который может ответить на этот вопрос. Может быть, знает Blackstar Karting? Я думаю, нет, это администратор. Что-то там нет. Вадим Богач. Ой. Черт, черный свет. Ой, 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 ой. Вадим Богач, чувствую, что на бизнесе приехал, да, наверное? На экономе, на экономе. Вадим Богач, это мой друг, риэлтор. Я, честно говоря, не знаю, почему его зовут Богач. Гусейн. Гусейн, ёпт. Это Гасанов, Гасанов, да? Гусейн Гасанов. Ну да, давай забираемся у Гусейн Гасанова. Гусейн Гасанова, по Дом-2. Да, 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 потом. Ну, типа, я не знаю, вдруг в курсе. Может, ты знаешь, навскидку, вот по-любому у тебя есть фанат, друг, фанат Дом-2, ну, который прям смотрит. Нету? Нету никого? Смотри, либо Гусейн Гасанов, либо Настя Гроб. Ты решил заранее заказать? Да. В общем, рассказываю историю. Нам очень интересно. Как-то меня закапывали в гроб, было дело. Ну, обычные трудовые гробы. Ну, понятно, да, да, да. Ну и вот. Между при поиском привидений сразу... Да. Привидение существует, кстати. Привидение существует. Ну и вот. Я лежал в гробу и подписчикам скидывал свой геотек, чтобы они меня нашли и откопали. И вот первая, кто была, приехала эта девочка и... Ты не записал Настю Гроб. Я Настю Гроб. Ну ладно, Ян Гордиенко. Да ё-моё. Нет? Женщины есть? Есть, конечно. Саша Даника. Ой, это может быть и мужик, да? Или нет? Саша Даника. Саня Даника. Или Саша Даника. Ты не знаешь, кто это? Я знаю, кто это. Кто это? Это бывшая девушка моего лучшего друга. Ты думаешь, подло позвонить, да, слишком? Давай наберём. Давай наберём. Наберём? Я давно хотел. Нет, это шутка, шутка. Саша, позвони. Или Паша дизайнер. Нет, давай Саша Даника. Саша Даника. Да. Девочка тем более, дом 2. Да, да. Вполне может быть, да? Да. Но она очень умная, скорее всего, не смотрела, поэтому... Тогда есть Даванкова. Даванкова? Что бы это ни значило. Даванкова такая. Даванкова. Даванкова, конечно, Даванкова. Не, реально у него фамилия Даванкова. Даванкова, да. Не Даванкова. Давай Саша Даника. Саша Даника, по-любому, ты уверен, да? Я считаю, что она знает. Вот и что. Ну, сентября. 50 секунд. Просто я ей никогда не набирал. Вот, видишь, Катима. Она мой номер даже может не знать. Катима. Ну, вот. На помощь. Котлы у тебя, конечно. Они очень дешевые, кстати. А? Они очень дешевые. Дешевые? Да. Так не скажешь. Они 20 тысяч рублей стоят. 12 тысяч рублей? Да. Ну, типа, ну... Прим. Дешево. Ну, слушай, давай, давай, у тебя... Подарили. Ты что? Поп. Все, не берет Даника. Саша Даника не берет. Что за проклятый вопрос? Знает ли Женя Гуччи? Ёп тебе мать, почему? Я говоришь, дешевые. У меня просто нормальные люди. Или, может быть, знает контакт забыть этого человека. Опа-на! Мы попали на историю. Рассказывай. А, нет, это я по приколу назвал. Ничего там такого нет. А, я его переименовал позавчера. Он чувак накосячил, я его забыть этого человека. Мы можем его набрать, но, типа, я не представляю, что... Это просто такой вот очень крупный, полненький азербайджанец с бородой. И если он ответит, это, конечно, просто бомба. Егор Крид. Ну, вдруг знает. Ну, вдруг. Нет, нет, нет. Он суровый пензенский чувак, поэтому... Давай кому-нибудь наберем. Величайший казах. Это как раз Даник. Это как раз Даник. Саша и Даника набрали. Данику. Давай наберем величайшему казаху. Величайшему казаху? Да. Величайший казах. Он знает точно. Величайший казах. Про Дом-2. Да. Мы звоним величайшему казаху. Нурлан Соборов из Криптонит, простите. Есть просто более величайшие. Да, есть более великие казахи. Нурзултан Абишевич. Да, да. Я по дикции не пойму, скорее всего. Абонент не отвечает. Величайший казах не отвечает. Так, ребят... Даша Кипр. Интрижка? Это лучше вырезать. Конечно, мы все вырежем. И Кристина Тур мы вырежем, если что. Конечно. Не, Кристина Тур – это туристический агент. Нормально. Лия? Ой. Кто это? Это моя бывшая девушка. Ну, по Дому-2-то, нет? Прикинь, если по-моему. Кстати, вот она-то, как раз в курсе. Надо звонить. Не, братан, ты что? Вот у тебя есть бывшая девушка? Есть, конечно. Я бы никогда не позвонил. Никогда. Да хуй ли ты меня так подставляешь? Так, ладно, мастяк. Посмотри, там типа номер белорусский? Да, белорусский. Ну, а что, экономишь? Котлы за 12 рублей. Народный. Юля, пиар-менеджер. Че ты котал приебался? Они просто у тебя красные такие яркие, здоровые. Не, мне нравятся, правда. Отличный час. Вообще, есть человек, который знает всю музыку мира, я думаю. Это? Это у меня Лиза Всемогущая. Кто это? Это очень крутой менеджер. Очень крутой менеджер. Ну, тем всемогущая. Она по-любому знает. Да, у нее еще канал есть, музыкальный овощевоз. Поэтому, типа, я думаю, что уж сколько клевых друзей на проекте Дом-2, она точно должна знать. Хорошо. Все, я тебе больше денег, Лиз, не должен. Я пропиарил твой канал. Ладно, звоним Лиза Всемогущая Беларусь. Она по-любому знает. Да, она обязана знать. Мы звоним Лизе Всемогущей в Беларусь. 50 секунд. Тоже неожиданный звоночек, конечно. Алло, алло, Лиз, я дико извиняюсь, я сейчас по твоему профилю набираю, я на проекте. Нужно на песню ответить. Сколько клевых людей согласно песне на проекте Дом-2? 12. Нет. Давай думать, сколько. Да, да, друзей на проекте Дом-2. Может, ты кому-то, там рядом кто-то есть с тобой? Крикни, это. Нет, нет, я не думаю, я спала. И ты спала, здорово. 15 секунд. 15 секунд у меня остается. Сколько, предположи, сколько? 16. Давай, хорошо, спасибо. Лиз, давай, обнимашки. Давай. Лиза сказала 16. Пожалуйста. И это неправильный ответ. Ты теряешь еще 10 секунд, и у тебя остается 40. У меня нет вариантов. Я беру подсказку. 50 на 50, сколько? А, блядь, может, мадам КК какая-нибудь знает? Мадам... КК. КК, мадам КК. Мое солнышко. Мое солнышко? Точно не в курсе. Мне кажется, точно она не в курсе, как... Мод! Мод? Да, я думаю, что... Кстати, реально, давай Полина КК. Полина КК. Поля КК. Поля КК. Поля КК. Точно знает. Это блогер, что я понимаю. Мадам КК. Поля КК. Все зовут Полина. Она Мадам КК. Поля КК. Ты записал Поля КК. Мне все абсолютно ясно. Мне все абсолютно ясно. Я в своем познании настолько преисполнился, что я проживаю на миллионах таких же планет уже тысячу лет. Поля КК. Звоним? Давай. Звоним. Смотри, если она ответит неправильно, у тебя останется 30 секунд. А это только первый вопрос, Гим. Я знаю! Я знаю! Первый вопрос. Тебе перезванивает Лиза Всемогущая Беларусь. Ты можешь поговорить с ней в зачет? У тебя 40 секунд. В зачет. Давай, давай. Громкая света. Алло, 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 да, да, сколько друзей? 15. 15 точно? Клевых друзей? Все, я тебя обнимаю, я тебя обнимаю, спасибо. Если это неправильно, то я тебя не знаю больше. Все, до свидания. Да, давай. Лиза Всемогущая, Беларусь. Ну вот я же говорю, она должна быть сейчас. Оп. Ответила, что клевых друзей на проекте 15. Только не говори, что это неправильно, реально. Это абсолютно правильный ответ. 15! 15! Да! Тихо, 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 все хорошо, это только первый вопрос. Фу, я аж вспотел, если... Мы переходим ко второму вопросу, и второй вопрос от Aviasales. От кого кого? От Aviasales. Куда не хотел лететь кот, потому что нас и здесь неплохо кормят? Понимаешь, о чем речь? Вообще. Тебе, примерно хотя бы. Че-то типа там. Наркотики? Че-то... Нет, ну стоп, подожди, правильный ответ же Гаити, это из попугая Кеши или как его там? Попугай Кеши, да. Попугай Кеши, да. Давай, набираем ей. Перед тем, как мы позвоним, давай до конца уточним. Вот Юля Путина, она... Ну, она просто работает. Она, Юля, она... Звоним, конечно. Юля Путина. Честно говоря, диван намок здесь немножко. Нет, ну, интересно, вдруг она... Алло, Юль, привет. Слушай, я сейчас, Дик, извиняюсь, что я тебя отвлекаю. Я на шоу, мне надо ответить на вопрос. Помнишь мультфильм советский «Попугай Кеши»? Там кот не хотел в какую-то страну лететь, потому что и здесь нас неплохо кормят, говорил он. В какую страну он не хотел лететь? Кто не хотел? Кот? Кот, кот, кот. Может, там толстый жир такой сидел, такой, а-а-а-а, и нас здесь хорошо кормят. Так, куда он не хотел? Возвращение блудного попугая, да? Да, 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 у нас 5 секунд осталось. Короткая страна... Сейчас, подожди секунду. Как раз этой секунды у нас и не было Юля Путина. Ну что, она ничего не ответила, соответственно, ты теряешь еще 10 секунд, у тебя остается их 30. Знает ли Юра ресторанный босс? Это когда ты сходишь во все рестораны, ты его встречаешь? Это Левитас, это соучредитель Блэйстербургерной, поэтому... Андрей Садо. Андрей Садо. Мы можем ему попробовать набрать, но с этим человеком я никогда не общался. Смотри, поздно пробовать. 30 секунд, второй вопрос. Надо звонить тому, кто стопудово знает. Стопудово. По советским мультикам. Жене же не брата. По советским мультикам. Мы же ей-то не набирали. Да, так можно, кстати, вполне. Катя Масленникова? Да, мы с ней любим общаться. Мы звоним Кате Масленниковой. У тебя 30 секунд. Сейчас по всей семье отзвонюсь. Алло, Катюша, это снова я. Ну вот, слушай вы следующий вопрос. Куда не хотел лететь кот, потому что нас и здесь неплохо кормят? Это из мультик Попугай Кеши. Похожая сторона, но только на другую букву. Гуа? Нет. Ну, по-моему, Таити. Подожди, сейчас я... Что, у нас остается 3 секундочки. Куда не хотел лететь кот, когда... У нас просто... Катя Масленникова... Не, ну смотри... Ответила, что кот не хотел лететь на Таити, потому что нас и здесь неплохо кормят. И это абсолютно правильный ответ. Таити? Он не хотел лететь на Таити, а не на Гаити. Серьезно? Все, замечательно. А я подумал, все, пиздец, второй раз сейчас исправят человека. Авиасейлз. Поиск дешевых авиабилетов. Ну что, мы переходим к третьему вопросу. Третий вопрос звучит так. Сочетанием каких клавиш можно вызвать диспетчер задач? На Windows, естественно. Господи, на Windows вспомнить-то, как это на Windows делать. Control-Alt-Delete должен быть. Знает ли Ной? Ной? Не, он только каждый тварь по паре знает. Все, вот эти вещи. Кораблестроение. Бэм! Пау! Он есть рэп, Палыч. Точно не в курсе. Точно не в курсе. Леха Омон. Ты ответил на свой вопрос. Коля Соболев. Коля Соболев, да, вообще погнали. Да? Да, да, Коля Соболев. Когда он последний раз Windows пользовался, Коля Соболев. Когда себе пиджак выбирал. Он, ты думаешь, знает. Коля Соболев знает все. Диспетчер задач. Знает все. На Windows. Он знает, что ты делал вчера. Это же Коля. Николай. Мы звоним Николаю Соболеву. Реально звоним ему. Если он ответит неправильно, у тебя останется 20 секунд. Тогда давай в другом. Так, ну что, мы можем кому-то из наших монтажеров? Дима Трансформатор. Он маржу не знает, а уж это. Саша Тресвятский. Саша Тресвятский в курсах, но насколько он... Он из Тресвятского, Воронежская область. Село Тресвятское. Тебя настолько оно потрепало? Тресвятское. Тресвятское. В общем, у меня просто... Я сейчас вспоминаю, как у меня монтажеры записаны мои. Или, может, есть тын-тырын-тын. У него такой контакт. Тын-тырын-тын, это мы немного попозже ворону наберем. Расскажи, кто это? Это дядя Шома. Дядя Шома. Дядя Шома. Давай реально Саша Тресвятский. Саша Тресвятский точно знает. Точно знает. Он просто программист, и если он не знает... Ты хуёвый программист. По-любому знает. Саша Тресвятский. Звоним. 30 секунд. Уважаемый клиент, на вашем счёте недостаточно... Закончилось баблишек-то. Про себя думаешь, позвонили в Беларусь. Сейчас, 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 сейчас бомжа. Законимаем, кинем, и нормально. А ты говоришь, я на котлы всё потратил. 12 тысяч рублей последние. Закончились деньги. Слил. Две сотки кинешь, три. Или впрок четыре закинешь. Я и тебе могу. Нормально. Алло, пап, скинь, пожалуйста. Полтора ху кину. Полтора ху кину? Полтора... Ты это базарить до апреля, блядь, собрался. На полтора ху-то. В целом, знаешь, Дим, безлимитка, заебись. Ничего кидать не надо. А что у тебя там, не переводится? А я отвлекся. Слышь. Ну что, Саша Трисвятский? Саша Трисвятский, да. Мы звоним Саше Трисвятскому. Да. Но если сейчас тебе не ответит программист, я предлагаю его удалить из контакта. Он не только хороший программист, но и отличный бухарь. Он тебя сбросил. Или это ты просто не взял? Но если он перезвонит, в целом можем с ним поговорить. Продолжаем. Blackstar Weir. Ты это магазин напит? Weir. Знаешь, кто знает? Кто знает? Блядь, у меня записано. Гриша, супер-вумен, камер-мен. Вот так вот он записан. Кто это? Это оператор. Он точно должен... Гриша, супер-лаки, вумен, камера-мен, брейн... No brain theater. Это другой. Да, Гриш, ну е-то. 12 часов. А зачем ты звонишь людям? Алло, Гриш. Гриш, я дико извиняюсь. Отвлекаю, очень быстрый вопрос надо ответить. Но я на шоу интеллектуальном. Сочетанием каких клавиш можно вызвать диспетчер задач на Винде? Control, Alt, Delete. Все, все, спасибо. Я тебя люблю. Как у тебя там в Питере дела? Охуйчено. Спасибо. Собственно, это и по голосу было слышно, что дела неплохо. И это абсолютно правильный ответ. Control, Alt, Delete. Конечно, молодец. Мы это знали. Ух. Четвертый вопрос. Какая буква идет в алфавите после ща? Давай, мы будем сейчас набирать филологу. Филологу? Давай, мы преподаватель по русскому языку. У меня ее преподаватель по русскому языку. Я когда-то в школе учился. У меня ее контактов все же нет. Султан Дубай. Вряд ли. Правильно? Вообще в легкую ответить. Так. Макс Варгейминг. Макс Брандт есть. Макс Брандт. Макс Брандт, мой кореш, братишка, братюня, футблогер. Мы звоним Максу Бранду. 30 секунд. Да, 30 секунд. Четвертый вопрос. Алло, Максик, я дико извиняюсь, что отвлекаюсь. Сейчас на интеллектуальном проекте надо ответить, тебе ответить. Какая буква идет в алфавите после буквы ща? О, щас. Уф, х, ц, ч, ш, щ, у. Стоп, а, мякий знак. А, ты че? Сейчас. Погоди, я просто в больнице лежу. Давай быстрее, 5 секунд. Твердый знак. Я, честно говоря, сам не помню. Макс Брандт на последней секунде успел сказать, что после буквы ща идет твердый знак. И это абсолютно правильный ответ. Макс, я не вон. После буквы ща идет твердый знак. И мы переходим к пятому вопросу. Заключительный. И что там? Столица Мадагаскара. Нет, вопрос очень простой. Как расшифровывается аббревиатура ВДНХ? Выставка достижений народного хозяйства. Знает ли это Влад Северцев, генпродюсер Холостяк? На Холостяка звали? Нет. А откуда тогда у тебя генпродюсер Холостяк? Я Криду на Холостяк. А, Криду ходил, да? За Розой. Нет, помогал в съемках моем. Ашер. Ебать, телефон Ашера. Он не в курсе. Вот это жестко. Это Ашер, кто это? Это друг. Хороший друг. Хороший друг, знает ли он? Нет. Полина Гренц. Полина Гренц. Это главная героиня сериала «Физрук». Знает ли она? Сомневаешься, да? Типа, это у нас 30 секунд. Типа, ты думаешь, она, ну... Нет, я думаю, что она большая умница. Да? Ну, она вопрос не ответит. Правильно? Ну, я тебя услышал. Эльдар Джарахов. У нас 30 секунд. Конечно. Зачем ты задумался? Конечно. Димка, Димка, доктор Манхэттен. Друзья. Ты, конечно, Манхэттен написал слово. Манхэттон. Братан, именно так должно писаться. В общем, есть... Как бы доктор Виер. Рассказываю вам, друзья. Есть... У меня одна болезнь. И мне в ней только Димка может помочь. Звучит как-то... Не, в общем, есть великая градация стадидлбэби. Есть пять стадий. Пять стадий. На пятый ты сформированный, законченный долбоеб. Но есть всего один человек, который находится на шестой стадии. Это Димка, доктор Манхэттен. Потому что... Маленькая история. Он пришел на вписочку. На вписочку. Небольшую. Все тусили с девчатами. Разобрали девчат. Разошлись. Классическая вписочка. И он остался один. И он очень разобиделся. Все утром проснулись от невероятного запаха в квартире. Они заходят на кухню. Он накакал в кастрюлю, налил воды и поставил вориться. Так что я... Ну, ебать, у вас компания, конечно. Пизда-то. То есть там величайший казах кого-то там... Величайший казах? А, ребят, новый мститель. Величайший казах, щекотливые усишки. Димка, доктор Манхэттен. Но это Димка, это не тот, который, да? Это другой. Незвоним ему точно. Я про того не буду говорить имя. Просто скажу, что начинается на П, заканчивается Аша Усов. Из Перми. Ладно, Мария. Мария, я вообще в душе не ебу, кто это. Понял. Понял, вопросов нет. Паша Минск. Паша Минск. Это... Отец Минска, я его так называю. Отец Минска. Отец Минска. Знает ли отец Минска? Отец Минска, я думаю, знает. Звоним Паше Минску. 30 секунд. Это опять Беларусь. Беларусь. Да, опять, сейчас Беларуська закончится. Саша Даника перезванивает. Перезванивает. Ты можешь поговорить за счет? Давай, давай, давай. Да? Говорим за счет. 30 секунд Саша Даника. Саша Даника, ты большая молодец. Сашуль, привет. Привет, привет. Я дико извиняюсь, что я отвлекаюсь на проекте. Мне надо ответить на вопрос. Как расшифровывается ВДНХ? Ты должна ответить на этот вопрос. ВДНХ. Мирная. Нет, нет, нет. Я знаю, как выставка народного хозяйства сейчас. Вот Дэ, что такое? Что такое ВВДНХ? Выставка... Ну ты пидоравка. Саша Даника не успела ответить. У тебя остается 20 секунд. Сергей МЧС. С дерева слезть не смог. Давай отцу наберем. Он должен знать, естественно. Правильно? Папа. Папа. Батя, я в тебя верю. Алло, пап, я сейчас на проекте. Надо ответить на вопрос тебе. Как расшифровывается ВДНХ? Выставка достижений народного хозяйства. Спасибо, генерал. Я тебя люблю. Невероятно четкий ответ от папы. Батя, спасибо тебе. Выставка достижений... В камеру. Выставка достижений народного хозяйства. Это абсолютно правильный ответ. Есть! Есть! Дмитрий, мое поздравление. Это победа. Великолепно. Памятный приз отправляется вам. Как тебе нежно кушать. Да, так да. На, возьми приз, не приходи больше. Поздравляю тебя, Дим. Заморочились. Заморочились. Что, можешь рассказать в ту камеру все, что хочешь? У тебя есть полтора часа. Поехали. Дорогие друзья, есть на ютубе обычные проекты, есть каналы, есть шоу. А есть вот это чудесное местечко. Обязательно на него подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий. Здесь невероятно интересно, огромный респект ведущему. Но у меня намного интереснее, поэтому типа подвижитесь на мой канал, Дмитрий Масленников. Мы скоро, кстати, выпускаем трек. И ты запел. Я не запел, я зачитал. Как называется трек? Здесь кто-нибудь есть. Так, ну что, друзья, пишите в комментариях, как бы вы записали Диму Масленникова в свои контакты. Я найду самый залайканный коммент, и именно так Диму запишу в свой телефон. Лох, пидор. Ты сам это сказал. Они сейчас залайкнут. Ты сам это сказал. Вот, ну и конечно же подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, спасибо, было круто. Спасибо тебе. Спасибо большое. Друзья, в прошлом выпуске вы предлагали в комментариях, как переименовать Мигеля. Победил вот этот комментарий. Теперь Мигель у меня записан как Вилариба. Мы звоним Мигелю. Мигель. Алло. Здорово, это Шастун. Я уж понял, по аватарке приветствую. Красава. Слушай, Мигель, ну что, в комментариях предлагали, как тебя записать, теперь ты у меня записан как Вилариба. Я тебе звоню это сообщить. Да, блядь, заебись. Вилариба нахуй. Фэриленд, блядь. Ради прикола, зайди на YouTube, найди эту рекламу и зайди в комменты. Там все пришли после нашего выпуска смотреть рекламу про Вилариба и Вилабадж. Ты где-то далеко и ты отдыхаешь? Я в Тае, да. Ну давай, сильно не загорай. Все, давай, Мигель. Давай, обнял. Давай, спасибо тебе, пока-пока. Давай, пока. Друзья, пишите в комментарии, как бы вы записали Диму Масленникову. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все дела, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok